Господин Майер только что купил новый дом для своей семьи. Будущее оказалось безоблачным, пока в один прекрасный день в 2008 году не случился финансовый кризис. Банк UBS, самый большой банк Швейцарии, оказался под угрозой банкротства. Тысячи людей, как и сам господин Майер, рисковали потерять работу. Под угрозой краха оказался сам банк, обслуживающий каждую вторую швейцарскую компанию, так и малые и средние предприятия страны, работники которых, равно как и 26 тысяч человек, занятые в Швейцарии в структурах UBS, могли потерять работу. Владельцы счетов столкнулись с риском потерять все сбережения. Пришлось вмешаться правительству. Совместно с Национальным банком Швейцарии оно создало так называемый «плохой банк» или «стабилизационный фонд», который обезвредил токсичные активы, из-за которых банк UBS мог бы стать банкротом. Эти активы в основном были неоплаченными ипотечными кредитами. Стоимость этих активов на рынке быстро падала. При помощи стабилизационного фонда Национальный банк покрыл львиную долю возникших убытков. Оставшуюся часть взял на себя банк UBS, для чего ему пришлось занять деньги у правительства. Ведь на карту были поставлены средства налогоплательщиков, причем немалые. Но главное, фонд спас UBS от банкротства, а господин Майер и многие другие швейцарцы смогли сохранить свою работу и деньги. И что стало с «плохим банком», который хранил токсичные активы, он оказался хорошим. Когда рынок восстановился, ядовитые бумаги подросли в цене, их можно было продать на финансовом рынке. Доход от этого наряду с процентами по кредиту стал неплохой прибылью для швейцарского Национального банка. Правительство также получило прибыль от процентов по кредитам UBS, что обрадовало налогоплательщиков. Но остается вопрос, не являются ли все-таки банк UBS, а также его конкурент Кредисвиз, слишком большими для маленькой Швейцарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова